Здравствуйте! С вами я, Елена Клещинская, и в рубрике «Швейная азбука» мы учимся шить правильно и красиво. Сегодня я вам покажу, как правильно выполнить раскрой. Для этого складываем трикотаж лицевыми сторонами внутрь, определяем долевую нить. Как вы знаете, в трикотаже долевая нить идет вдоль петельного столбика. Для того, чтобы нам это было удобно, мы прочерчиваем вот такую линию. Выкройка рукава у меня в данном случае. Укладываем ее, чтобы долевая нить на выкройке совпадала с долевой нитью на трикотаже. От низа отступаем от самого узкого места низа, сантиметра 3, для припуска. Мы ее прикалываем булавками. И сбоку прикалываем булавками. Теперь мы берем остроточный мел и аккуратно обводим, придерживая пальцами нашу выкройку. Для того, чтобы нам ровно провести боковые швы рукава, воспользуемся линейкой. Низ рукава также обмелим по линейке. И поставим контрольный знак по центру оката. Теперь булавки мы убираем. И для того, чтобы у нас зафиксированы были оба слоя ткани, мы их скалываем булавками. Все, ткань у нас никуда не денется. Теперь мы определяем припуски. Поверху оката мы обрисовываем припуски в сантиметр. По всему окату. По боковым срезам у нас будет припуск 2 сантиметра. По низу у нас идет 3 сантиметра. И потом соединяем линейкой. Потому что низ у нас ровный, прямой. Припуски нужны нам для того, чтобы мы по ним выкраивали. Потому что вот эта обмеловка, меловая линия, это у нас шов. Сегодня я вам рассказала, как выполнить обмеловку деталей на ткани. Шейте сами. Не бойтесь, у вас все получится. До встречи! Продолжение следует...